Я раздоносчик, маг-терапевт. Маг — это не от слова «маг», а от слова «маг». Метафорические ассоциативные карты, проективная методика. Я дипломирую психолог и регрессолог. Сегодня здесь я бы хотела с вами пообщаться не в форме лекции, потому что лекцию вы послушаете, она у вас где-то останется, может быть, и не останется. И столько информации, такой огромный поток информации, что, в принципе, слово «расстановки», оно может сотрется и все. А вот поработать с вами в интерактивном формате, то есть тогда, когда работаю я как расстановщик, рассказываю вам что-то и работаете вы, каждый из вас проживет какой-то опыт. Вот, наверное, ради этого я сейчас здесь. А еще у меня к вам перед тем, как мы начнем, есть такой вопрос. Скажите, пожалуйста, кто-то когда-то сталкивался с темой расстановки? Ага, поднимите руки. Кто когда-то вообще знает, что это есть, что это системные расстановки, что они связаны не только с семьей, это вообще как бы связь такая, паутина? Я смотрю, что из того количества, которое здесь присутствует людей, довольно много людей уже знают о расстановках, и кто хоть когда-то ее делал. Поднимите, пожалуйста, руки. Ого! Ого! Слушайте, так мы в тренде сейчас, я смотрю, да? Я с вами сейчас пообщаюсь прямо на уровне уже такого осознания, да? Кто поднимите руки вообще первый раз слышу слово «расстановка»? Вот это интересно. Меньшинство. Окей. Сейчас я, наверное, расскажу для тех, кто первый раз вообще столкнулся с расстановкой, это вообще о чем, и для тех будет полезно, кто уже даже делал расстановки. Первый раз, ну, чуть-чуть, да, о предыстории. Первый раз, когда я услышала слово «расстановка», это был шаманский лагерь в Перу, куда я поехала, и там были русские ребята, которые довольно давно и долго в этом шаманском лагере уже были, и, естественно, все приезжают туда с какими-то вопросами, проблемами, в том числе и заболеваниями, в том числе и неизлечимыми. И в обсуждениях вечерних как-то раз сказали, что вот, сделать бы расстановочку надо. Что такое расстановочка, никто не пояснял, но дали контакты, что в Москве есть ребята, которые делают расстановки. Так, наверное, в моей жизни появилось это слово. И никакой коннотативной связи не имелось с тем, что вообще происходит. Я вернулась в Москву, шло время, я забыла про эти все расстановки. Про расстановки забыть можно, но проблемы, они всегда о чем-то напоминают. И каким-то образом их приходится решать. И каждый человек приходит к духовным практикам, к каким-то трансформациям личности только тогда, когда он переживает какие-то кризисы. Кризисы личности, какие-то стрессы, какие-то очень сильные потери. И вот тогда мы обращаемся куда-то и пытаемся понять, а что, а почему, а почему со мной, а как это решить. И идем своим путем. Мой путь, собственно говоря, в психологию начался именно так. Это психологическое образование, это маг-терапия, работа с метафорическими ассоциативными картами. Поднимите руки. Кто знает, что такое метафорический ассоциатив? Отлично, супер, да. Это методика, которая работает с подсознанием, с помощью картинок. И поскольку все мы развиваемся, дополняем каждый в своей сфере, да, и дополняем каким-то образом свои знания, снова второй раз в жизни я столкнулась со словом расстановки. Системно-родовые расстановки, и здесь уже я поняла, что, видимо, они меня не отпускают, и, видимо, нужно идти в это. Сейчас я провожу ретриты психологические за городом, которые связаны тоже с темой расстановок, духовных практик, сама практикую, медитативные практики, записываю медитации. И вот это был такой короткий экскурс, да, собственно, почему я перед вами стою, и как появились расстановки. После определенных событий в моей жизни, которые наложили отпечаток и заставили задать себе вопрос, а почему? А почему я наступаю на одни и те же грабли? А почему я нафиг эти грабли не могу выкинуть? И почему я начинаю отслеживать в себе такую фишку, что когда срабатывает какой-то триггер, включается реакция, которую невозможно на уровне осознанности предотвратить. А я вам сейчас поясню, как это все работает с точки зрения расстановщика. Масса всяких специалистов, в том числе и психологии, которые будут рассказывать с разных точек зрения. Мы с вами сейчас смотрим расстановки по методу Берта Хеллингера. Есть такой немецкий психотерапевт, точнее был, недавно он скончался, и он подарил миру, ну, наверное, неправильно сказать, подарил миру расстановки. До него еще Берджиния Сатирь занималась примерно тем же самым, да. Берд Хеллингер ввел в, так сказать, популяризировал этот метод среди психотерапевтов. И теперь активно этим методом пользуются психотерапевты для того, чтобы копать в глубину. Что такое копать в глубину? Стандартная классическая психология работает хорошо, работает продуктивно, но она тоже стала упираться в травмы, травмы этой жизни нашей, травмы детства, травмы, связанные с родителями. Ну, то есть мы травмируемся в родовых путях и продолжаем ретравматизацию получать в течение жизни. Психологи работают с травмами этой жизни. И когда эта травма перепроживается определенными методами, да, то есть в психологии масса методов, чтобы эту травму перепрожить, то человек уходит, он уходит в состояние, так скажем, ремиссии, и потом, спустя какое-то время, у всех по-разному, все возвращается. То есть происходит так называемый откат. И вам, наверное, многим знакомо это состояние. Я вам сейчас, чтобы было понятно, на совсем простом примере. Вот представьте, приехали вы все ко мне на ретрит. Мы с вами провели два офигенных дня в практиках. Мы с вами прокачали тело. Мы с вами забыли о каких-то проблемах, которые нас тревожили. Мы дали ход этим проблемам. Вы получили кучу инсайтов. Вы от меня уехали. Прошло две недели. Вы загрузились снова в социуме какими-то проблемами и вещами. То есть вы же как бы не продолжаете тащить меня за собой этот ретрит. Правильно? Вы продолжаете проживать свою жизнь. И вдруг вы замечаете, что, блин, вы че я там два дня, а вот как бы, блин, опять я на те же грабли. Вот понимите, у кому знакомы вот эти грабли, когда вот ты вроде бы, ты вроде бы там уже, и ты такой вдохновленный, и потом опачки, и снова ты летишь в пропасть. Да, ну не много, кстати говоря. Очень интересно. Вот, то есть это вот об этом. Когда психология работает с травмами нашей жизни, это хорошо. Но не все травмы, которые мы с вами проживаем, являются нашими травмами и травмами нашей жизни. И вот здесь самое интересное. Сейчас я вам расскажу, что есть поле. То есть системно-родовые расстановки, они работают с системой, с полевой системой каждого сидящего здесь человека. У нас у каждого есть с вами тельце, наша шкурка, да, к которой мы пришли, и вот мы проживаем там. Что-то мы можем, что-то мы не можем, мы гибкие, негибкие, мы разные. Все здесь сидящие обладают этим прекрасным телом. Но помимо тела, уже, наверное, если вы пришли ко мне на лекцию, вы осознаете, чувствуете и понимаете, если вы у Никиты посидели на холотропке, то вы почувствовали точно, что помимо тела есть что-то еще. Это есть энергетическое тело, и в разных течениях, разные мастера вам будут рассказывать, как все это называется. Я не буду грузить вас никакими терминами сейчас вообще. Просто факт. Есть тело, есть наша энергия у каждого человека. Кто с этим согласен? Поднимите руки. Кто чувствует себе эту энергию? Хотя бы иногда. Я не говорю, что там вот вы ходите и ощущаете свое тело, а рядом идет энергетическое тело. Но может быть, кто-то чувствует. Да, конечно. Есть энергия у каждого человека. И вот сейчас я попрошу вас, вот мы сейчас все сидим, каждый со своей энергией. Я со своей. Каждый со своей. Каждый со своими мыслями сидит. И я сейчас вас попрошу создать некую общую здесь энергию. Мы с вами дышим воздухом, мы его не видим. Вот это поле, которое сейчас здесь, мы его не видим. Но это не значит, что оно не видит нас. Оно здесь есть. И поэтому сейчас давайте. Я вам обещала, что я не буду только лекцию проводить. Я преподаю еще расстановки в Институте современной психологии. И я преподаю практику, дорогие мои. Мы сейчас с вами будем делать практику. Давайте так. Найдите себе, повернитесь просто к кому-то. Найдите себе пару. Не важно. Гендерность не важна. Просто найдите себе пару. Посмотрите друг на друга. Вы сюда пришли для того, чтобы что-то получить. Я вам хочу это что-то дать. Давайте сделаем вот эту практику, просто чтобы вы ее почувствовали. И тогда я продолжу говорить о поле. Повернитесь, посмотрите друг на друга. Просто вы можете, кстати говоря, если у вас три человека, вы можете вот так вот, да, друг на друга попеременно смотреть. Просто посмотрите друг на друга сейчас. Смотрите друг другу в глаза и почувствуйте, что перед вами целая Вселенная. Понимаете? В глазах целая Вселенная. Это другой мир. Это другой человек. Это другая энергия. Попробуйте просто почувствовать эту энергию. Не считать мысли, не считать эмоции. Просто почувствовать. Вам тепло с этой энергией. Вам с ней хорошо. Кто-то может на меня смотреть. От меня тоже идет энергия. Можете чувствовать. А вам с ней хорошо с этой энергией. Вам хочется подойти ближе. Вот. Вот это. То есть, когда... Замечательно. Замечательно. Все. Кто-то уже улыбается. А теперь попробуйте улыбнуться друг другу. Вы смотрите и попробуйте улыбнуться. Улыбнитесь и почувствуйте, как это. Смотрите друг на друга и почувствуйте. Просто почувствуйте, что энергия изменилась. Да. Вот. Это совсем простое такое упражнение, которое делается для того, чтобы мы становимся обычно в круг все. Да. И вот так вот каким-то образом мы сонастраиваемся друг с другом. Мы сонастраиваем свое поле. Итак, продолжим. Расстановки работают с полем. Поле есть у каждого человека. И у каждого человека есть мама и папа. Правильно, да? И даже если вы не знаете своих родителей и никогда их не видели, даже если вы видели своих родителей один раз, или вы являетесь воспитанником детского дома, то ваши родители все равно существуют. Если есть приемный ребенок, то у него существуют биологические родители и приемные родители. И от биологических родителей всегда есть связь с ребенком. Даже если, повторюсь, они никогда друг друга не видели. Что есть эта связь? Это не то, что можно пощупать и потрогать. Это то, что передается, вот эта энергия, которую вы сейчас почувствовали здесь и сейчас, энергия, передающаяся от предков к потомкам. Примерно до седьмого поколения. Потому что прогресс достаточно быстрыми шагами идет. И сейчас те реалии, которые были семь поколений назад, они становятся совершенно неактуальны. Вот примерно семь поколений мы несем с вами эпигенетически. Есть такая наука эпигенетика, которая говорит о том, что мы получаем в наборе генов набор, такой, знаете, рюкзачок опыта, предков. Вот задумайтесь над этими словами. Мы получаем не только вот это все и набор наших ТТХ, да? Мы получаем в генах опыт. Это значит, простой пример, давайте приведу. Это значит, что если... А давайте какую-нибудь раскулаченную бабушку, да? Если кого-то раскулачили когда-то в вашей системе, человек обладал какими-то материальными ценностями, его раскулачили, потом его, не знаю, там, жестко пытали или что-то с ним делали, да? Какой опыт он передает своим потомкам? Что деньги могут отобрать в любой момент. Это самый латовый вариант. Что лучше не иметь денег, что деньги зло, понимаете? У него становится тождественно два понятия. Мучение, да, мучение, которое он претерпевал, которое претерпевала его семья, ну, в которой он жил там, я не знаю, может, он жил, у него там была жена и трое детей. И вот все они мучились, понимаете? И он неосознанно, это происходит все бессознательно, передается энергетически, то, что вы сейчас чувствовали, передается через поколение. Это мы с вами живем линейно. Все остальное, помимо нашего с вами линейного мышления, нелинейно. Нет прошлого, настоящего и будущего. Все проживается в моменте. И вот это вот все потомкам. Дорогой потомкам, чтобы ты выжил, чтобы ты выжил, тебе не надо иметь материальные целости. Потому что когда они у тебя есть, ты становишься мишенью. Приходит на расстановку мужчина и говорит, ну, это я в случае из практики, как это рикошетит на нас, да? Приходит мужчина и говорит, был у меня бизнес, ну, худо-бедно был, как-то вот был, денежные сливы пошли, там, какие-то проблемы, теряю недвижимость, теряю... Ну, то есть, короче, какая-то фигня с деньгами, да? Он не знает и понятия не имеет, предположим, что его дедушку или кого-то в системе когда-то что-то отбирали, раскулачивали, и за это кто-то страдал. Посмотреть это можно только в расстановке. Мне задают всегда справедливый вопрос, те, кто не знают, а если мы не знаем вообще своих предков? Ну, то есть, нет у нас генеалогического древа, мы не знаем, кто есть кто, а как же мы тогда вообще можем что-то понять? Не нужно знать своих предков. Ну, точнее, знать их, видимо, нужно, для того, чтобы просто как-то чтить, да? А здесь в расстановке нет такого, что нужно знать. В расстановке есть энергия. Так вот, что такое поле? Поле – это фактически воздух, который мы не видим, но который в какой-то момент рикошетит на потомков, потому что есть какая-то энергия. Вот этот вот раскулаченный прадедушка, у него была непрожита боль, то есть его раскулачили, у него что-то произошло, какие-то темные демоны спустились над всей семьей, и человек не прожил эту боль. Он уходит с этой болью, он покидает этот мир с этой болью, и эта боль не уходит никуда, понимаете? Уходит человек, уходит тело, боль в поле семейном остается. Она остается, и вот представьте себе, как ветер дует, да, вот поле, ему все равно поле. Кто мучается, как мучается, оно просто есть, и оно просто балансирует. Балансирует оно, к сожалению, на потом. Это значит, что если боль не прожитой дедушкой, то кто-то ее должен перепрожить, допрожить. Кто ее будет допроживать? Ну, вот выбирается младший член рода, который приходит, и начинает эту боль допроживать. Он не знает и понятия не имеет, за кого он страдает, понимаете? А есть такая личная совесть. Это когда человек говорит, а с чего эта баня упала? Я страдаю за какого-то прадедушку. Ну, предположим, если он узнал. Это личная совесть. И, конечно же, понятно, что вроде как он не должен страдать за него. Но есть коллективная совесть. Это совесть системы. И здесь, понимаете ли, какое дело? Здесь никто не смотрит на справедливость личную. Полю просто нужно сбалансировать. Ему неудобно, ему плохо этому полю. И энергия начинает передаваться потомку, чтобы он сам получился вот этим буфером и сбалансировал энергию каким-то образом, чтобы поле успокоилось и ветер стал дуть очень-очень ровно. Вот примерно так все это работает. Поэтому мы с вами, как люди, которых есть предки, мы никак, никаким образом не можем отстраниться и абстрагироваться от своего рода. Мы всегда находимся в переплетениях с кем-то. Это могут быть переплетения очень резонирующие, которые не дают возможности людям решать что-то в этой жизни, либо создают какие-то проблемы. И это могут быть такие легкие переплетения, с которыми мы живем, справляемся. И, в общем-то, как-то, знаете ли, жить с ними можно. Естественно, когда вы приходите с какими-то вопросами и запросами, это, как правило, всегда тяжелые переплетения. С кем мы с вами можем переплетаться? Вот такой вопрос, да? Интересует вас вопрос, с кем могут быть переплетения? Я вам могу сказать, что не только в систему нашего рода входят наши прямые кровные родственники. Входят прямые кровные родственники. Входят бабушки, дедушки, прадедушки до седьмого колена. Входят люди, внимание, люди, отношения с которыми в роду имели масштаб жизни и смерти. Это значит, что если в вашем роду, предположим, в седьмом поколении, кто-то кого-то убил, то убийца входит в семейную систему жертвы. Жертва входит в семейную систему убийцы. И это так. А Верт Хемингер, царство ему небесное, на своих расстановках очень много работал жертвами фашизма. Он сам немец, для него эта тема была очень актуальна и очень болезненна. И в расстановках всегда убийцы, ну то есть палачи, да, так скажем, и жертвы, пока нет примирения на энергетическом плане, будут страдать под кровкой. Что каким-то образом сейчас мы можем тоже немножечко в такие сложные времена, мы можем тоже сейчас понимать, и мы это понимаем, масштаб бедствия энергетический. То есть, кто бы мы ни были, иначе и по стране мы ни были, платить придется всем. Увы. И до сих пор в расстановках постоянно практически, ну во многих, да, вылезают, вылезают вот те события Великой Отечественной войны, когда женщины ждали, когда они теряли мужей, когда они теряли сыновей. Они выходят в расстановку, ко мне приходит девушка с запросом, я замуж хочу, я мужчину хочу, приходит девушка. А какой мужчина, если у нее прабабушка потеряла семь сыновей и мужа? Какую стратегию она передала своей праблочке? Стратегию лучше не иметь, дорогая, чем так мучиться. Звучит очень, знаете, ну как бы, я понимаю, что неправдоподобно, но когда ты это видишь вживую, то отпадают любые сомнения о том, что мы имеем связь очень тесную с нашим родом. Есть некоторые законы, по которым работает поле, и один из законов говорит о том, что не может, самый первый, основной даже закон, да, я бы так сказала, это закон, который говорит, что не может быть исключением роду. Что значит исключение? Это значит, давайте опять пример, да, пример. Живет женщина, у нее, предположим, нет детей, хочет она детей, они у нее не получаются с ее любимым человеком, с ее мужем. Она приходит на расстановку, а в расстановке оказывается, что у ее прабабушки было восемь абортов, и и еще три под вопросом, о них никто не знает. Об абортах говорить не принято, женщины и мужчины это стараются скрывать, а своих детей тем более, да, и каким-то образом эта тема опускается всегда в семье. Это вот такой пример. Либо, допустим, в роду был самоубийцем, о нем тоже вряд ли будут говорить, либо в роду кто-то пошел воевать на войну и сдался в плен, а потом рассказывают, что человек погиб на фронте, защищая свою отчизну. А человек сдался в плен и просто пропал, прожил какое-то время на другой стороне и об этом это некая тайна, да, но ее преподносят именно в виде исключения этой тайны. Нет абортов как будто бы, нет этого предательства, нет ничего, нет, все об этом забыли. Это исключенное. Когда есть исключенное, оно бросится наружу и в этом состоит вот именно тот неприятный момент, что с этим исключенным система заставит разобраться потомка. Как заставит? Потомок будет допроживать историю исключенного человека, его эмоции, чувства и мысли. Так бы, система отождеставляет двух человек и говорит, окей, мы пойдем вот этим путем и начинает все это проживаться. Поэтому, когда мы что-то исключаем, все тайны, которые есть в роду, они все равно не тайны. Они тайны, вот в нашем материальном мире в словах мы кому-то не говорим, но это не значит, что это энергетическая тайна, которая ни на кого не влияет. Влияет, влияет, еще раз влияет. то есть вот я вам так, знаете, очень много информации, конечно, рассказать непросто, но в целом вот так работает расстановка. Мы находим то, что просится наружу через этого бедного потомка. Ну, мы с вами бедные в плане, да, что мы с вами все каким-то образом страдаем от этих стратегий, которые мы с вами бережно несем. А почему бережно? Потому что мы с вами лояльны к системе. В системе, как говорил Берт Хеллингер, все делается из любви, даже убийства. И когда в расстановке жертва и палач склоняются и плачут друг к другу, это любовь. И только любовью, и только этим можно излечиться. Только принятием, осознанием и любовью можно излечиться. так вот мы с вами лояльны к системе и несем эту всякую фигню и эту шнягу, потому что мы это делаем из любви к системе. Мы как бы вроде вот я Вероника, да, я там чего-то добилась, чего-то достигла, что-то сделала в своей жизни. Так каждый из вас может сейчас подумать, да? Но это мы с позиции себя так судим. А мы же принадлежим. мы принадлежим, мы винтики этой системы, понимаете? Вот представьте себе, вы стоите, да, и от вас такой клим. Это ваши предки. За вами вот здесь по левую руку стоит мама, по правую мужская энергия папа, за ними их родители, их родители, сто двадцать восемь человек стоит за вами, живущими ныне. и мы думаем, продолжаем думать, слава богу, сейчас уже немножко рассеивается пелена, и мы до сих пор продолжаем думать, что мы одни и что мы рулим. Ну да, иногда мы рулим, но иногда рулят нами стратегии, и очень часто. А вот вопрос. Да. А если мама, например, ребенку говорит, зачем ты рыли маму, ты вообще вот с детства ненавидит, вот, и проблеми разные, о чем это может в роду свидетельствовать? Смотрите, много всяких ситуаций, бесчисленное количество, одновременно и много, и одновременно они очень похожи, да, когда что-то происходит, вот вопрос был, если мама говорит ребенку, зачем ты родилась, и так далее, и тому подобное, проклинает, о чем это в роду, а дофига о чем, а дофига о чем, надо смотреть, это может быть все, что угодно, но в любом случае, мама так действует, исходя из какой-то стратегии, что-то у нее болит, понимаете, мать не будет говорить ребенку такое, если у нее ничего не болит, а что болит у матери, это неизвестно, запрос на расстановку, какой делается обычно, если вдруг вы решите сделать расстановку, какой запрос, от первого лица исключительно, мы не смотрим жен, матерей, детей, детей только до 14 лет, до периода полового созревания отвечают за детей и родителей, тогда вы можете пойти и посмотреть, почему болеет ребенок, то есть вы делаете запросы от первого лица, если вдруг вам нужно с чем-то разобраться, и разбираетесь от первого лица, что еще хотелось бы рассказать, а где тут время, не подскажете мне, чтобы мы сами уложились, 38, отлично, что еще про расстановки, что еще вам про расстановки рассказать, это методика, которая в течение одной расстановки, одна расстановка, один запрос, одна расстановка выявляет то самое, ту самую брешь в поле, или даже наверное не брешь, а ту самую опухоль в поле, которая должна пройти во время расстановки, расстановщик, обладая определенным энергетическим потенциалом и знаниями, он помогает клиенту справиться с этим вопросом, то есть он проталкивает эту энергию и дает ей свободное течение дальше, то есть это примерно как ветер, дует ветер, на пути ветра стоит дерево, и это ветру пофигу, ему главное дуть, дерево гнется, ломается и прочее всякое, оно в итоге ромается, ветер что делает, ветер продолжает дуть, наша задача дать возможность дереву не сломаться, пропустить эту энергию и дереву встать, ну то есть клиенту, человеку, встать и жить дальше, без отягощения чьей-то чужой стратегии, то есть и еще один такой момент, да, чтобы вы тоже понимали, я хочу, чтобы вы понимали это раз и навсегда, вот пожалуйста, куда бы вы ни пришли, магии не существует в том понятии, которое нам кажется, мы пришли, что-то тут нам сделали, зельечка наварили, шамана, мана, ман, хована, и все, и все, и пошли, мы вышли, люби мир, никаких проблем нет, ну конечно нет, хотя очень хочется в это верить, что так может случиться, нет, в расстановке как работает здесь, мы с вами энергию прогоняем, то есть мы вас растождествляем с каким-то предком, с какой-то очень резонансной историей, то есть вы становитесь отдельно, а предки чистим и хвала отдельно, и вы можете идти своим путем, но за вас расстановщик не пойдет, понимаете, за вас никто ничего не сделает, и все равно вы столкнетесь с тем, вы свободны от этого, но вам нужно нарабатывать что? Уверенность в себе, допустим, да, вам нужно нарабатывать там, я не знаю, какие-то знания получать, то есть с чем-то справляться, потому что мы пришли сюда для того, чтобы с чем-то справляться, мы постоянно что-то с вами делаем, движемся и так далее. Так вот, я прошла много разных практик, я была у шаманов, я знаю, что такое отчасти, не имея к этому отношения, что такое колдовство, тем не менее, я вам скажу так, колдовство все внутри, внутри каждого человека, и когда вы выходите на уровень осознанности, то есть вы понимаете, что работает стратегия какая-то, включается, но вы можете подняться над ней и сделать ровно, повернуться и ровно наоборот, это очень тяжело, но это возможно, 20 раз сделайте наоборот, на 21-й это войдет уже в вашу привычку, тем не менее, это всегда работа над собой, всегда, и сейчас, если у вас есть вопросы, любые совершенно, я отвечу, самые бредовые, супер, задавайте вопросы, если есть, я отвечу, если нет вопросов, есть вопросы у кого-нибудь, любые, да, да, так, смотрите, вопрос у девушки, когда мы делаем расстановку, мы расстождествляемся с предками, со всеми или с конкретными, со всеми нет, расстождествляемся всегда с конкретными, как мы их находим, ну, как бы находим расстановки, мы начинаем расставлять поле, поле начинает как-то жить и таким образом мы начинаем понимать, чего поле хочет, то есть понимает расстановщик, согласовывается с клиентом. В итоге мы растождествляемся с каким-нибудь предком, которого возможно вы будете знать, а возможно и нет. Да что говорить, мы можем с вами растождествиться, самооближавшись с нашими родителями, с которыми мы находимся в самой плотной связи, потому что через них идет вся энергия, да, то есть они у нас сзади самые первые стоят. Мы растождествляемся с ними, потому что очень часто дети приходят, чтобы прожить и разделить боль своих родителей. Они вот так вот смотрят и говорят, мам, тебе тяжело, это я вам сейчас все словами, да, прикариваю, а, наверное, я тебе помогу, я пришла, чтобы тебе помочь, встану рядышком и возьму твою боль на себя. И в 40 лет приходит девушка и говорит, а у меня то-то не так-то, это не так-то, то есть ношение, деньги, все не так, понимаете? Ага, сейчас. Все не так. Смотрит, да не живет она жизнью своей, она мамину боль несет. С кем растождествляемся? Первую очередь с мамой. А дальше уже в зависимости от того, мы выходим на предков, я же вам говорю, вплоть до там раскулаченной бабушки, фроси, которую вы можете знать, не знаете, но поле это покажет. То есть вот тогда растождествляемся. Не со всеми сразу, нет, невозможно. Каждое переплетение есть заряд, негативный заряд. Мы растождествляем каждый заряд относительно вашего запроса, да. Неконкретно с бабушкой или с кем? Да, с ее ситуацией. Даже не с самой бабушкой, прям вот как таковой, хотя мы будем с ней беседовать. Мы растождествляемся с опытом, негативным опытом и ситуацией бабушки, в которую она по какой-то причине попала. Мы растождествляемся, бабушка это твое, это не мое, это твоя жизнь, это моя жизнь, да. Смотрите, любая травма, как она становится травмой, это не событие, это вообще не событие. Для кого-то развод родителей это так, вот ну развод и развод, и ребенок, это не будет для него травмой. Наша реакция на событие становится травмой. То есть мы растождествляемся с эмоциональной реакцией человека на какие-то травмирующие, мы их называем, события. То есть человек, а для кого-то развод это трагедия, да, а для кого-то просто, то, что родители там подскандалили однажды, и папа, маму назвал дурой, для ребенка это явится травмой. Травмой, которая будет сопоставима с разводом, понимаете? То есть тут все очень индивидуально. Да, девушка, хотели вопросы задать? Еще остался вопрос, да? Что? Да, мы сейчас с вами сделаем расстановку. Да. 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 Да, я поняла. Влияет ли вопрос, да? Окей, конечно. Смотрите, мы с вами, как я вам сказала, все сейчас в едином поле. Все абсолютно здесь сидящие в едином поле. Даже если вам с вашим отношением к этому, к тому, что я говорю, с вашим отношением к вашим сидящим рядом соседям. Поле одно, оно разное. Но, когда мы в расстановке выставляем заместителей, ну вот девушка знает про заместителей, наверное, многие не знают. Я вам сейчас поясню. В расстановке бывают очень разных видов, от шаманских до духовных, до многоуровневых, до системно-родовых, о чем говорю я сейчас конкретно. Мы можем работать на фигурках, я работаю так онлайн на фигурках, да? И мы можем работать с живыми заместителями. Разницы никакой. Решаются вопросы и так, и так. Просто, когда работают с фигурками, то фигуркам пофиг, понимаете? Моим деревянным человечкам и дракончикам им вообще пофиг. Когда мы работаем с живыми заместителями, это всегда резонанс. Когда тут большие расстановки, и много людей участвует, вот если мы сейчас с вами сели все в кружок и начали бы работать, вы бы выбирали, да, себе заместителей, вы бы почувствовали, как более интересно выбирает людей. Никогда заместитель не выйдет на расстановку тот, для которого это не актуально. То есть у него где-то есть потребность что-то разрешить. И это резонирует в него и выбирают его, понимаете? Это просто... Вот это magic. Вот это я называю magic. Становится человек и начинает участие... Расстановка начинается. И что происходит? Происходит феномен заместительского восприятия. То есть человек, будучи Иваном Петровичем, взятый вот отсюда, становится сюда на роль папы, не знаю, какого-нибудь Николая Александровича, и он начинает чувствовать не свои чувства. Он начинает в расстановке чувствовать чувства другого человека. Феномен заместительского восприятия не разгадан по сей день. Тем не менее, что мы делаем на сей момент, мы пользуемся этим феноменом, и мы с помощью этого, собственно говоря, это основное, мы решаем запросы, мы видим, что происходит. Здесь расстановку терапевтическую большую мы с вами, конечно, не сделаем. Это понятно. Но мы с вами попробуем сейчас сделать диагностическую расстановку. Вот давайте, кто вы хотели бы на распределение? Ну, там первая девушка, понимаете, идите сюда. Сейчас, мы сейчас все, все сейчас посмотрим, как зовут. Екатерина. Итак, Екатерина. Вот смотрите, у Екатерины, предположим, есть какие-то запросы, но Екатерине мы сейчас посмотрим вот такой момент. Екатерина. Катя, можно на ты? Отлично, супер. Значит, Катюш, мы сейчас тебе будем смотреть, как взаимодействует у тебя внутренний ребенок. Это наш творец. Внутренний ребенок это то, что нас драйвит, то, что нас толкает на самореализацию. Если у вас самореализация хреново, работайте с внутренним ребенком. Это значит, он забит и он совершенно вообще находится в положении такого, знаете, когда уже свечку тушат, она уже почти потухла и уже там вот так вот. Вот примерно так. Внутренний ребенок, внутренний взрослый, внутренний родитель. Смотри, мы сейчас посмотрим, как относительно твоего психологического состояния что у тебя происходит. давай смотреть так. Ты сейчас выберешь трех заместителей. Не бойтесь, никто, это не страшно и это не опасно. Это вот первое, что я вам могу сказать. Ты выберешь сейчас трех заместителей и мы их вот здесь вот, наверное, где-то сможем поставить. Вот, чтобы выбрать заместителя, ты подходишь к человеку. Сейчас я положу. Вот, наверное, вы видели, да, что я сделала. То есть мы устанавливаем контакт, передаем через руки и просим человека побыть заместителем кого-то. Сейчас мы будем просто делать расстановку для того, чтобы вам вообще было понятно, о чем я. Давай, ты можешь выбирать вообще совершенно любых людей. Ну, если человек откажется, ну, что делать? Ну, это значит тоже как-то в поле... Не будем давать еще пять сомнений, что вы терапливаете. А, кто хочет убежать, может убежать. А если ты выбрала, ты можешь подходить. Да, я тебя жду и жду твоих заместителей. Так. Внутренний ребенок, да? Да, внутренний ребенок. Пожалуйста, мои родители. Ее даже нравится внутренний слабо. Внутренний ребенок, внутренний взрослый и внутренний родитель, да. А вот внутренний взрослый, и внутренний взрослый. А вот, по-моему, нет. Здесь совершенно не важно, что... На сходство не нужно знать. Иди чисто по ощущениям. Отобирай по ощущениям для тех людей, которые не знают, что меня откажут. Ну, потому что, во-первых, кушать, если по-отлично, она знает, что на кушке нет, это да. Кушает. Ну, женщина кушает. Ты смотри еще. Не один человек резонирует, а обычно есть несколько человек. Готово, да? Поставь, пожалуйста, сейчас заместителей так, как ты бы хотела их поставить. Вот здесь вот поле у нас. Вот, ну, вот как-то так, да? Поставь, пожалуйста, как бы ты хотела их поставить. Внутренний ребенок. Вот, все смотрите. Внутренний ребенок. Внутренний взрослый. Внутренний взрослый. И внутренний родитель. И внутренний родитель. Окей? А теперь скажи, пожалуйста, куда бы ты хотела, чтобы смотрела будущее? Туда? 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 Или вот сюда. Туда. В будущее. Поверни, пожалуйста, их так, как они должны стоять. Как по твоему мнению хочется, чтобы они стояли? Прекрасно стояли. Если бы все вот чуть-чуть, чуть-чуть, давайте с тобой сейчас присядем, так, чтобы вот это стучит, дри. Так, чтобы нам не спиной ко всем сидеть, а мы так и хорошо посидим и посмотрим. Ко мне ближе. Вот так. Замечательно. Прекрасно. Вот у нас стали сейчас наши заместители. Вы можете сделать сейчас вдох-выдох и попробовать почувствовать свои чувства. Сделайте вдох. Выдох и поживите. Просто почувствуйте себя. То, что вы чувствуете. Если вам хочется показать какую-то динамику, динамика, это значит, вам здесь некомфортно, вам хочется отойти, сесть, кого-то тронуть от заместителей, то вы это делаете. Нужно. Это нужно, да. Покажите, как вы... Я хочу, как вы сесть. Отлично. Просто остается. А ты смотри, мои руки. Я знаю, что у нас тут. Писали, что нет веками. Верки трясутся. Угу. Трясутся руки, мама. Да, внутренний родитель твой, да. Уж сроку надо. Пошел, мама сфотражировала. Угу. Угу. Скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? Устала очень. Устала? Угу. Что ты хочешь? Удохнуть. Хочет отдохнуть вот твой внутренний ребенок. Внутренний... Внутренний взрослый. Что ты чувствуешь? Чувствую спокойствие. Тебе комфортно здесь? Уся, я просто выбрал то место, где мне комфортно. Я выбрал зону на фон. Скажи мне, ты видишь вот эти фигуры? Да, конечно. Что ты сюда чувствуешь? Что человек не применит любовь. Ты ничего не чувствуешь. Ты сюда чувствуешь? Это твои мысли. Что ты чувствуешь сюда? Чувства какие? Гнев, ярость, злость, добро, любовь, жалость. Чувства. Чувствуй сюда. Добро. Доброе, такое, теплое отношение, да? Угу. Видишь ту фигуру, стоящую, чуть поуду? Что ты туда чувствуешь? Легкость. Убиротворение. Угу. Угу. Окей. Окей. Мне так спокойствует, почему-то не ешь, говоришь, что... Окей, все, все, Ага, спасибо. Как тебя зовут? Света. Света, что ты чувствуешь? Тебе плохо? Плохо в каком плане? У тебя телесные какие-то симптомы? Ага, ты видишь другие фигуры? Что ты туда чувствуешь? Я чувствую. Ты в себе, вот ты сконцентрировала на себе, да? Быстро? Я сейчас думаю о том, как восстановить сердце, но очень сильно. Скажи, пожалуйста, что ты сейчас чувствуешь? Напряжение? Просто чувствуешь напряжение, да? Те фигуры ты не видишь, но... Ты смотри, пожалуйста, сюда, о чем тебе то, что твой внутренний родитель очень сильно... То есть вот она в резонансе сейчас негативном. Она показывает очень такую динамику, тревожность, волнение. У нее трясутся руки, у нее бьется сердце. У нее какой-то... У тебя страх есть или нет? Или это не страх? Может быть, вы не знаете, что-то контролем? Я сейчас пытаюсь... Она пытается успокоиться. То есть у нее, видишь, телесные симптомы очень сильно выражены сейчас. Твой ребенок изначально... Посмотри на мимику, да? Она занервничала. Она занервничала, и мимика совершенно изменилась у нее. В расстановке мы всегда считываем любое тоновение вообще в заместителе. встала, руки сложила, улыбка ушла, вместо улыбки появилось, допустим, какое-то серьезное выражение лица, да? То есть вот это примерно то, что происходит, но это очень very, very light variant. Понимаете? Это просто вам диагностика. То есть вот сидит передо мной Катя, и у Кати есть вот эти все части. Одна из частей, она показывает, что ей некомфортно. Катя, выбери, пожалуйста, сейчас среди заместителей маму свою. И из любого? Абсолютно любого человека ты можешь выбрать. поучаствовать, власти быть моей мамой. Ручки, ручки, попроси, пожалуйста, ее побыть мамой. Поставь, пожалуйста, маму, куда ты хочешь ее поставить. Мне хочется защитить моего внутреннего родителя, поставить маму за ним. Окей, присаживайся. Что еще можете? Сейчас посмотрим. Скажи, пожалуйста, Света, тебе дискомфорт усилился или усилился? Я сейчас встала резно-спокойно, мне некомфортно, что зовут Летцбей. Мама, как зовут маму? Как зовут? Лена, что ты чувствуешь? Строгая, что-то такое зацептизмом. Ага. Строгая. как ты считаешь, вот та фигура, стоящая за тобой, она тебе как-то может помочь? Она тебе напрягает, да? А если по этому выпуску? Нет, ты не можешь мить местами. Динамика, есть какая-то фигура, которая сейчас в поле? А почему не может? Ты не можешь, потому что ты сейчас как бы там вот там свое в кино? Динамика вполне устраивает. У мамы вот видишь, у мамы место устраивает. Смотрите, что происходит у нас сейчас. Итак, фигуры. Я вам сейчас просто, у нас осталось очень мало времени. Я вам все, я поясню сейчас сказать, что происходит. Фигуры, пожалуйста, вот вы сейчас вот так стоите, можете встать, попросить, да, и идите из поля. Ну, то есть, можете занять себя места. Благодарю, огромное спасибо это то, что вы участвовали в остановке. Смотрите, о чем это для человека. Это была диагностика, но даже диагностику мы толком не успели провести слишком мало времени. Но для тебя это о чем там? Мама стоит рядом с внутренним взрослым. Посмотри, какие у тебя отношения с мамой. Что там? Почему? Мама стоит рядом. Почему мама дышит в спину? Почему, да? Внутренний ребенок, ты поняла его состояние, внутреннего ребенка, твоего творца. А откликается ли это тебе? Насколько ты сейчас в драйве? Насколько ты сейчас можешь двигаться вперед, смотреть вперед и идти вперед? Это вопрос к тебе. И твой внутренний взрослый, слава богу, в нормальном состоянии, у него все хорошо, он просто сел. То, что сел, это тоже, ну, такой момент спорный. Сидящая фигура или лежащая, это либо больной, либо мертвый. Но мы говорим о том, что фигура села, и он говорит, мне комфортно. Это немаловажно, что я был комфортным. То есть очень важно разобраться с двумя вот этими фигурами. И в расстановке, если бы мы пошли дальше, мы бы все это раскопали, но сейчас времени нет. Итак, друзья мои, я завершаю свою лекцию по стемейно-родовой терапии. Если вдруг у вас есть вопросы, я доступна для вопросов, вы можете подойти после моей лекции к заданию. Если хотите прийти на расстановку, за лицом на расстановку, можете. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...